Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Сегодня приготовим совершенно ленивое, простое, но очень вкусное блюдо. Это будет ленивый курник. Как его готовить, сейчас расскажу. Для начала займемся начинкой. Нам понадобится 400 грамм отварной курицы, 1 луковица большая, 3 яйца отварных и небольшой пучок зелени. Лук режем мелким кубиком. И обжариваем его до золотистого цвета в небольшом количестве масла. Курицу и яйца тоже измельчаем кубиком. Не забудем измельчить ароматную зеленушку. Соединяем все компоненты. Лучок еще горячий у меня. Сюда же зелень. Чуть-чуть подсолю. Добавлю перчика черного и острого. Вы перчика добавляйте по своему вкусу. И все аккуратно перемешиваем. Начинка готова. Займемся тестом. Нам понадобится 300 грамм муки, 400 мл кефира или жидкой сметаны, я взяла сметану, 80 мл масла растительного, 3 яйца свежих, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды. Да, мы будем использовать и разрыхлитель, и соду вместе. В яйца отправляем соль, сахар. И перемешиваем. Тут не нужен ни эксер, нам не нужна прям пена, как для бисквита. Просто хорошо-хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем растительное масло. А это у нас будет жидкая часть теста. Осталось добавить сметаны. И пока отставляем эту часть теста в сторонку. В муку отправляем разрыхлитель и соду. И хорошо перемешиваем. Соединяем обе части, и наше тесто будет готово. Осталось только перемешать. Тесто должно быть густое, как вот для оладушек. Такой вот густоты. Я взяла форму 28 на 16 сантиметров. Положила на дно промасленную бумагу, потому что форма у меня неразъемная. И чтобы вытащить потом пирог, мне так будет удобнее. Выливаю половину теста. И хорошо его распределяю. Ой-ой! По дну. Теперь аккуратно распределяем нашу вкуснейшую начинку. Начинки много. Пирог будет такой сытный и сочный очень. Покрываем пирог сверху остатками теста. Распределяя так, чтобы тесто хватило на всю начинку. Вот так быстро и можно даже сказать лениво я собрала наш курник. Сейчас я отправлю его в духовку и буду выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Будем проверять. Пирог уже теплый. Осталось его разрезать. И посмотреть, что же у нас там внутри. Как же там наш курник пожевает? А пожевает он отлично! Посмотрите, сколько начинки. Как ее много. Давайте еще кусочек отрежем. Не будем жадничать. Посмотрите, потрясающе! Осталось только попробовать. По секрету скажу, чайник у меня уже закипел. Ну что, друзья мои, пирог получился отменным. Начинки много. Тесто вкусное. Ароматный. Очень-очень-очень вкусный. Рекомендую, приготовьте. Готовится быстро. Вот такой вот ленивый курник у нас получился. Обязательно порадуйте своих домочадцев таким простым и незатейливым пирогом. Но, тем не менее, они будут довольны, потому что вкусовые качества великолепные. Ну, а с вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Мы будем дружить кухнями. Продолжение следует...